Когда анализировал сегодняшние процедуры данные, то они в принципе и плохие. Да, конечно, не в 18 лет, но по городу Заратов очень много тех, кто родился в 99-м, в 2000-м году, 20 лет. По городу Пасармейску примерно такая ситуация. Ну и в целом, по тем городам, которые мы сегодня будем живые помещения распределять, может быть, для исключения в 1000 ситуация более-менее глуполучая, чем в Больске или в Экапе. Но я хотел бы вам сказать следующее. По результатам заребьевки у вас будет право на осмотр жилого помещения в течение 10 дней и дать согласие на заключение договора на меморспециализированную новую компанию. Договор на меморспециализированного жилого фонда заключается сроком на 5 лет. К моменту окончания этого срока вы имеете право обратиться сюда в Министерство строительства и КХ, и рабочая группа должна будет принять решение или о перезаключении договора еще на 5 лет, или о перезаключении уже на договор в социальном. Но для того, чтобы спецжил фонд был через 5 лет перезаключен на соцснайм, вы должны преодолеть, как написано в законе, сложность жизненной ситуации. Прежде всего, не иметь долгов за ЖКУ, потому что оплачивать жилищные услуги вы будете сами. И второе, не должно быть непогашных судей. Поэтому, если у вас нет долгов по ЖКХ, нет непогашной судимости, мы вас всех через 5 лет здесь будем ждать, заявлением о перезаключении на соцснайм. И дальше уже получается полное право делать квартиры, все, что угодно. Второе, поскольку в списке большой количеств тех, кому меньше 23 лет, то у вас после заключения договора о районе специализированного жилого помещения есть право на еще одну меру господдержки, это так называемые социальные выплаты на обустройство. Это не наличные деньги в карман, это определенная форма поддержки от нашего Министерства социального развития и труда, это другой орган власти, не Минстроит. Мы вам просто зададим контактный телефон, и как только у вас появляется договор, вы вправе обратиться туда, они вам окажут помощь в оплате товаров в первой необходимости за сумму до 20 лет. Почему старше 23 лет не имеют? Ну, вопрос о предъявлении закона, потому что статус другой. У одних статусов детей сирот, у других статусов уже теряется в 23 год. К сожалению, это так по закону. Заребьевка или распределение жилого помещения, и табличный процесс, который осуществляется на ваших глазах. Его назначение, чтобы не было каких-то сговоров между чиновниками, рабочими руками и вами. Почему у меня такая площадь, почему такой-то и так? От лица Министерства приношу свои извинения, что вы так долго стоите в очереди. Мы будем делать все, что эта очередь максимально быстро проходила. Сейчас мы будем распределять 60 квартир в городе Саратове. В городе Саратове. Это на 60 на романтиков, 3 на карьерный. Мы совместно с управляющей компанией, с энергоснабжающими организациями организуем потом заключение всех договоров, если вы согласитесь и останетесь в этих квартирах, для того, чтобы вам потом не ходить по инстанциям и не собирать эти документы, что там заключать отдельно на воду, на электричество, на газ и так далее. Милоградский Юрий Сергеевич. Город Вольск, улица Хальзова, дом 18, квартира 23, общая площадь 36,9 квадратных метров. Игрова Наталья Николаевна. Город Косновмис, 21 микрорайон, 25, квартира 94, общая площадь 36,9 квадратных метров. Савельев Сергей Игоревич. Улица Романтиков, дом 48Б, квартира 190, общая площадь 39 квадратных метров. Три квартиры у нас отказались, по причине, что хотели приехать в Ласточкино, но мы обязаны по революцию включить повтору, поэтому извините, если кто-то отказался, повтору будет карьерный, думайте, когда в второй раз будете отказаться, чтобы не уйдешь, есть отходка, ну будем надеяться. Я сначала получил квартиру в заводском на карьерный, я отказался, потому что мне не понравилось. И, ну, то, что нет магазинов, школ, детских садов, потому что район только строится, и я посчитал нужным отказаться. И буквально прямо через неделю, я даже не ожидал, мне вот дали новую квартиру в Солнечном Узе. Я жила с мужем в городе Красноармейске в пятом микрорайоне, я получила квартиру в первом микрорайоне в новостройках в 23-м доме, очень рада, прям вообще загадывала именно там. И там своя аллейка есть рядышком, отличная детская площадка, где с ребеночком можно погулять, и вся вот инфраструктура рядом, там и магазинчики, и большие супермаркеты, и маленький магазин, то есть очень удобный район. Я уже практически представляю, как я сделаю расстановку, мне только нужно посмотреть примерно, приблизительно, как все будет. Вот, у меня маленькая дочка, вот, сегодня поедем, посмотрим, очень рада, правда.